Ранний брак. Почему в нашей стране так популярно выходить рано замуж? Поднимать генофон страны? Привет, меня зовут Камила Исмаилова. Я выпускница третьего потока школы эмоционального интеллекта и психотерапии. И сегодня с Алексеем Красиковым я поговорю о ранних браках. Ранние браки. Почему в нашей стране так популярны ранние браки? Например, в Европе молодые люди и женщины, они женятся, не торопятся вообще? А у нас прям это вот все. Я думаю, это связано с двумя моментами. Первый – это менталитет. Второе – это государственная политика. Начнем со второго. У нас все-таки в стране при всем уважении есть проблемы с демографией. И нам нужно увеличивать рождаемость. Соответственно, с этим связаны программы по поддержке молодых семей, по маткапиталу, который продлевается, потому что он действительно показал хороший результат по демографии. И чтобы была демография на уровне, нужно, чтобы браки были пораньше, чтобы дети рождались раньше. А поскольку 18-21 год люди достаточно эмоциональны и вот эти первые эмоции, первая любовь, они достаточно часто захлестывают людей, то в этот момент еще и нагружая их материнским капиталом, плюс социальным шаблонированием, скажем так, пропагандой определенных ценностей, то больше людей говорят, а чего нет-то, да? Или когда девочка беременеет, даже случайно, то есть как бы люди стараются идти по понятным канонам, так сказать. Второе – это ментальность, да, все-таки в России ментально считается, что девушка до 22-23 лет должна выйти замуж и желательно забеременеть. Даже когда ты приходишь к акушеру-гинекологу, на каждом втором обследовании тебе скажут, ой, рожать тебе надо, вот родишь, все у тебя будет хорошо, пора рожать. Вот каждой второй девочке гинеколог будет говорить, что тебе пора рожать. В 23 года говорят, что ты уже старородящая. Это определенная концепция, да, и это немножко противоречит реальности, потому что в реальности головной мозг функционировать нормально начинает только после 25-ти, только физиологически. При плюсуем сюда опыт, который человек должен потратить на взросление из детских защит во взрослые защиты, то есть объективно человек становится плюс-минус адекватным 30-35. Все не так уж плохо на сегодняшний день. И вот теперь представь себе, что мы скажем, что браки и более-менее что-то взрослое и фундаментальное – это 30-35. Конечно, для страны, для демографии это проблема. Да, и есть, конечно, пары, браки, которые там в 19-20 лет вместе, у них много детей, и такие есть семьи, и это прекрасно. Многие будут, например, в комментариях приводить примеры бабушек и дедушек, мамы и папы, что они там рано познакомились и так далее. Но да, но тогда не было очень много контента, контекста, не было социальных сетей, не было сайтов знакомств, не было социальных сетей, где можно было увидеть многое, не было такого интернета, не было много того, плюс не было таких социальных возможностей. А сейчас нам с помощью социальных сетей интернета все больше и больше показывают реальность, какие есть возможности, альтернативы. И в этой реальности бывает людям очень сложно. Поэтому ранние браки – это вот такая социально-демографическая история. Ну и самое, наверное, последнее – это такие красивые истории про принца на коне с таким копытом, который постучится в дверь в 19, она выйдет замуж, покажет всем подружакам в школе, что она первая и счастливая. А бывают тоже такие мотивации, да, бывают, знаешь, какие мотивации забавные? Ну, встречается, например, девочка 16 лет с парнем. Вот они простречались 4 года, и все родственники такие, ну вот чего вы встречаете, встречаете. Они начинают ругаться, ссориться, он там, значит, начинает выпивать, ломает ей челюсть один раз, значит. И вот они ругаются, очередной раз поссорились, и родственники такие, ну, вы уже 4 года ходите, вам надо что-то вот серьезное, уже сколько можно, телиться, давайте, сделайте важный шаг. Такие, вам надо пожениться. Ну, надо, значит, надо. Сыграли, значит, свадьбу, порвали все баяны, значит, лицом в салат, все хорошо. Хорошо, проходит полгода, опять они ссорятся, опять они друг другу, значит, не подходят, он ужасный, она не очень, значит, все, опять родственники приходят, ну что вы, ну что вы, молодые, вам надо просто сделать серьезный шаг дальше, вам нужен ребенок. Ну, делают они ребенка. Значит, все продолжается еще хуже, у них послеродовая депрессия, он начинает бухать, значит, все, потом в итоге он уходит, он остается одна с ребенком, добрый вечер. Вопрос, что это было, да, и вот так, как бы это ни звучало сейчас банально, но вот так живет очень большая часть нашей страны, потому что они вот попадают в такую вот идеологическую идею, да, идеологическую концепцию родственников. Кто-то бывает, я вышла замуж за этого парня, потому что моя подруга вышла замуж и счастлива, и я решила тоже от нее не отставать, и потом через полгода поняла, что я вообще-то подступила, и вообще этот человек не мой, то есть девочки чем только не руководствуются. Поэтому я вот все-таки рекомендую, ну, как минимум, как минимум девушкам к детям и к браку, это мои личные предположения, но после 25 минимум, ну, минимум после 25. – Хочется подытожить, сказав, иногда бывают такие рыцари, что замуж лучше выйти за их коня. – Ну, да, да, я понимаю, но есть девочки, которым нужен конь, знаешь ли, вот, есть девочки, которым с конем-то будет не очень, вот, пищать будет там, ты что, – а есть те, которым нужен прям конь, желательно два, вот, так что один светленький, другой беленький, так сказать. – Один светленький, другой беленький. – Ну, да, да. – Угу. – В общем, вот, так, ранние браки, ну, такая себе история, когда девочка, знаешь, там, в инстаграме, я, значит, свадебная, вот это все фата, фотосессии, 19 лет, и смотрю на это, думаю, ну, блин, ну, вот, три года, ну, реально. Ну, не потому что я завидую, да, мне 40, мне все равно, но потому что я понимаю, что девочка, какая она, вот, наивная, и сколько у нее ожиданий, какие у нее эмоции, и я знаю, что девочка в 19 и девочка в 23 – это разные девочки, я знаю, что девочка в 23 и девочка в 28 – это разные девочки, я знаю, что девочка в 28 и 33 – это разные девочки, и девочка в 33 и в 37 – это разные девочки, и я понимаю, что как эта девочка в 19 лет, поменяется радикально к 23-м. И я знаю, насколько это может быть радикально. А когда я вижу, в 19 лет девочка вышла замуж еще и в положении, я предполагаю, какие ей придется проходить невротические депрессивные испытания, с которыми она столкнется. И все потому, что они игнорируют реальность, а живут в неких иллюзиях, социально-демографических, культуральных, контекстных и так далее. Модных даже, трендовых каких-то. Спасибо, Алексей. Надеюсь, что наши слушатели сделают выводы. Возможно, если это не будет уже поздно. Лучше жениться, выходить замуж, заводить детей, когда люди становятся взрослыми. Вот когда Фрейд сказал об этом так. Терапия детей должна начинаться за 3 года до их рождения. И в принципе, перефразируя Фрейда, детей надо рожать тогда, когда вы перестали быть детьми сами. А пока вы сами дети, нежелательно. Потому что 35 тысяч раз передумаете, поменяетесь, изменитесь. Поэтому, как только люди становятся взрослыми, тогда уже можно что-то думать. Алексей, а когда вы стали взрослым? С одной стороны, рано, потому что у меня родители развелись, когда мне было лет 10, наверное. И я помню, что я очень рано перестал играть в игрушки. Можно ли это назвать с каким-то этапом взросления? Отчасти да. Что касается защитных механизмов, я думаю, что я стал больше взрослым с точки зрения психотерапии только после 30. И то, наверное, после 34. Вот так. То есть это требует времени. Это требует времени, это требует опыта, это требует испытаний, это требует ошибок, это требует перемотки ран. И только после этого такой, знаешь, такой матерый волчара, который уже реагирует на многие вещи по-взрослым. Поэтому невозможно быть, знаешь, вот девочка в 20 лет снимает рилсы, и я такая вся взрослая, я выгляжу, значит, на 20, мне, правда, 20 лет, но я такая вся внутри взрослая. Ну, как правило, такая подача красивая. Они играют в очень интеллектуальную историю. Сейчас очень модно содержание и эскорт прикрывать интеллектуализацией. У них новый тренд. Раньше они прикрывали астрологию, таро и психологию, сейчас их всех спалили, теперь они все очень интеллектуальны у нас, значит. Но это отдельная тема. Чтобы человек был взрослым психологически, ему нужно пройти огромное количество испытаний. Вот, например, дети из детских домов, из вот таких вот непростых семей, которые действительно там с 15 лет проходят тяжелые жизненные испытания, они раньше психологически взрослеют. Это эволюционно, они раньше взрослеют, потому что она в 15 лет уже работает, она добывает еду, добывает деньги, она уже 35 раз рассталась, обманули, бросили и так далее. И она действительно к 25 уже может быть такая, знаешь, взрослая, в психологическом плане такая уже избитая, тертая, да, и она уже понимает, что есть что. А есть люди, которые в 25 лет, ну, папа, где ты? Ну, все, все. Поэтому требует времени, требует опыта. Поэтому тут не цифра, тут очень важен опыт и те психологические нюансы, как ты с этим опытом справляешься. Спасибо, Алексей, за столь развернутый ответ. Пожалуйста. Это просто для меня, это как моя тоже личная терапия, понимаешь, я сейчас в какой выгодной ситуации нахожусь. Ну, это хорошо. Спасибо тебе за это. Ну, а мы продолжаем.